Доброе утро, это программа «Включайся». В наши дни уже никто не собирается работать на одной позиции всю жизнь до пенсии. А раз так, значит всем нам предстоит не одно собеседование. А вот наш гость уверен, что хорошее собеседование – это не только интервью, но еще и продажа. Продажа самого себя. У нас в гостях Дмитрий Герасимения, архитектор эффективных отделов продаж. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, Дмитрий. Расскажите, что же нужно в первую очередь сделать перед собеседованием? В первую очередь необходимо подготовиться. Так, неожиданно. Так, что мы готовим? Отлично, смотрите, нужно рассмотреть компанию, куда вы идете. Обязательно ознакомиться с информацией об этой компании, потому что зачастую бывает очень часто, звоним кандидату, он спрашивает, а что это за компания, очень много, где он оставлял отклики. Никогда так не делайте, поэтому ознакомьтесь с информацией компании, социальные сети, сайт. Как директора зовут, как он выглядит. Но если звонят и не представляются, это странно. Да, но мы же делаем отклики, мы делаем звонки в компании. Надо создать ощущение, что ты просто в эту компанию всю жизнь мечтал попасть, понимаешь, Маша? Как директора зовут, знаешь, сразу на него кидаешься, если видишь в коридоре. Все надо узнать. Это твой личный опыт, не надо интересоваться. Это мой личный опыт. Так, ну ладно, Дмитрий, послушаем. Дмитрий, хорошо, мы пришли на собеседование, про компанию все узнали. Что нас там ждет, какие ошибки совершают те, кто приходит на собеседование? Да, в первую очередь, не преувеличивайте информацию, потому что на собеседовании, как правило, это вскрывается и, к сожалению, становится очень неудобно, и мы начинаем краснеть. А вот приведите пример, когда люди что-то преувеличивают, и потом им получается неудобно. Может, из вашего опыта? Я был руководителем отдела продаж в компании. Да, архитектором. Архитектором, да. У меня был такой опыт, я получаю обратную связь у руководителя, у него в резюме указано, что он был руководителем отдела продаж в одной компании, во второй, связываясь с его предыдущим работодателем, он мне говорит, знаете что, у нас этот сотрудник никогда не работал на руководящей должности, он всегда был менеджером по продаже. Но есть еще более интересный случай. Это когда мы звоним по обратной связи руководителю отдела продаж, и нам говорят следующее. Знаете, что вот когда он вернет мне деньги, вот тогда я дам о нем хорошую обратную связь, и такое бывает в практике. Да, это я так понимаю, личный какой-то заим там был и так далее, какая-то мелкая, может быть, сумма. Возможно. Хорошо, какие неудобные вопросы могут возникнуть во время собеседования, к чему надо быть готовым? Потому что понятно, что спросят, где ты работал, чем может быть полезен компания, вот это все обсудят, твои навыки и так далее. К чему еще нужно готовиться? Нужно подготовиться к тому, что вас обязательно спросят о том, чем вы занимались на предыдущем месте работы. Что входило в ваши обязанности, а самое главное, какой результат был от этих обязанностей? И мы начинаем задумываться, вроде вы работали менеджерами по продажам, продавцами-консультантами, маркетологами, и забываем про тот результат, который мы делали в компаниях. Какой может быть неудобный вопрос? Ну, к примеру, как вы представляете себе будущую работу, или кем вы себе представляете через 5-10 лет? Так, Маша, отвечай. Ну, давайте вот мы себя проверим. Пожалуйста. Я представляю себя через 10 лет успешным руководителем. Отдела или компании, в общем? Ты будешь аккуратным. Компанией, разумеется, продюсером и телеведущим. Отлично, хорошо. А расскажите, пожалуйста, о своем опыте с помощью прилагательных. С помощью прилагательных? А зачем мне использовать прилагательных? Есть такое телевизионное правило, что слишком много прилагательных использовать не разрешать. А мы говорим по факту. Могу рассказать о своем опыте, говоря о телепроектах. Отлично. Давайте начнем с самого первого места работы. Вот было, стало и тезисно по этапам работы. Давайте. Я работала, когда была студенткой, бариста в кофейне. Сейчас я работаю телеведущей, сценаристом. Отлично. А что было, когда бариста работала? Пришли молодым специалистом, стали бариста, все были счастливы, приходили к вам за вкусным кофе. Да. И что еще ты сделала там в этой компании? Подождите, а я вообще хочу уточнить, на какую вакансию я откликнулась? Телеведущий барист, да, через слэш. Еще бариста. Все было прекрасно, я научилась коммуникационным навыкам, отлично общаясь с людьми. А компании ты что дала? Хочется спросить. Компании я дала много прекрасных чашек кофе и улыбок. Отлично. И вот такие вот вопросы бывают. То есть, где им нужно тезисно вспомнить обязательно предыдущие места работы. Бывают неудобные вопросы, где мы смотрим на определенные какие-то, определенные качества, которые необходимы для работы. Допустим, стрессоустойчивость. К примеру, можно задать один и тот же вопрос три раза. Да, и вот я вам задаю вопрос, расскажите, пожалуйста, о предыдущем месте работы. Вы на него отвечаете, и я заново задаю этот вопрос. А если начинают задавать личные вопросы и спрашивают, допустим, в браке ли вы и так далее? Детей не планируете, а? Да, да. Как на это реагировать? На самом деле, как компания выбирает сотрудника, точно так же сотрудник выбирает себе компанию. И вопросы всегда должны быть придерживаться определенной субординации. Личные вопросы, как правило, задают для того, чтобы посмотреть, возможно, есть какие-то отвлекающие факторы, которые могут повлиять на работу. А, к примеру, есть определенные какие-то задолженности в банках, да, которые вы не погасили. И вы будете приходить на работу для того, чтобы очень быстро заработать денег. Но, к сожалению, иногда позиция не подразумевает быстрого заработка. Нужно развить себя, опыт, прокачать свои скиллы и так далее. А вот как отвечать на самый коварный вопрос? Сколько бы вы денег хотели? Вот какая вот зарплата для вас оптимальна? Как на него ответить? Ну, в первую очередь, нужно ознакомиться с вакансией, на которую вы приходите. Опять же, изучили информацию о компании, посмотрели, какая это окладная часть от и до. И говорите где-то плюс-минус, там, если у вас был опыт в предыдущей, в такой же сфере, плюс 20% тому, что вы уже зарабатывали, потому что вы уже прошли этот порог. Если вы начинающий специалист, только начинаете работать в этой компании, начните, наверное, от той суммы, на которую будет для вас комфортной достаточно в первый месяц, опять же, по своим запросам. То есть не про компанию думаем, а про себя, да? Потому что тебе потом за эти деньги работать. Ну, здесь взаимодействие совместное, потому что если вам будут платить, и этого будет недостаточно для удовлетворения минимальных каких-то ваших потребностей, то, к сожалению, вы будете чувствовать себя некомфортно. И рано или поздно вот это вот внутреннее состояние, оно выйдет наружу. Обязательно проговорите, какая у вас определенная норма, что вы можете сделать для выхода на эту заработную плату, да, какие функции, какие действия, какой опыт, что вы можете дать компании. И проговорите то, как вот вы приблизительно планируете вот этот рост заработной платы, и самое главное, за что. То есть это можно проговорить, но берите где-то вот серединку. А если, когда вот подаешь анкету, написано на сайте, что зарплата от двух тысяч рублей, приходишь на собеседование, оказывается, тысяча двести? На самом деле вакансии – это чистой воды маркетинг, точно так же, как и резюме соискателей. Получается, компаниям тоже нужно продать себя человеку? Конечно, на рынке огромное количество, огромная конкуренция за сотрудников, особенно за очень экспертных, классных сотрудников с классным бэкграундом. Дмитрий, а вот проверяют уровень развития, например, часто это бывает? Какие книги вы читаете, а стихотворение, может быть, какое-то расскажете, часто бывает? Да, конечно, бывает. На сегодняшний момент та школа проведения собеседований, та школа кадровиков, которая была 5-7 лет назад, она, к сожалению, может быть, к счастью, уже завершает свой этап. И сейчас у нас появляются HR-специалисты, где мы оцениваем, и компании оценивают навыки как личностные, так и профессиональные. Естественно, очень многие позиции говорят о том, что человек должен быть коммуникативным, должен как-то развиваться, он должен читать определенную литературу, которая будет его развивать. И здесь могут задаваться вопросы со стороны тех книг, которые вы читали, точно так же вашего хобби, чем вы увлекаетесь, какие у вас, занимаетесь ли спортом, достигаете ли каких-то результатов. Точно так же и в работе могут пригодиться эти навыки. Точно так же такая позиция, допустим, как менеджер по продажам, подразумевает скорость мышления, да, и как проверить скорость мышления. Есть отличные вопросы, которые позволяют посмотреть, насколько человек быстро адаптируется к ситуации и быстро на них отвечает. Пример? Пример, что такое окно. У вас и у меня есть дома окно. Но опишите просто своими словами, что это такое. Интересные вопросы. А вот наверняка есть какие-то фразы, которые вот стопроцентно нельзя говорить на собеседовании. У меня есть еще какая-то подработка, там, я не знаю, типа такого. Я пришел ради денег. Да. А таких ситуаций очень много бывает в практике. Это когда я ищу вторую работу. У меня есть основная работа. Я там работаю два через два. И вот я хочу к вам еще на вот эти вот выходные свои дни устроиться на работу. Ну, я так... У меня было такое собеседование, мне работу предложили. Отлично. Но вопрос в том, что... Правило не работает, получается. Работодатель, он рассматривает то, что в течение месяца-двух, если у вас не будет выходных, вы будете не очень результативны, а значит, к сожалению, на определенную позицию можете не подойти. Что еще не стоит говорить? Ну, наверное, о том, какой был плохой предыдущий работодатель, почему вы расстались, почему вы отработали там всего лишь месяц, о том, какая это плохая компания, она ничего не платит. В общем, поменьше негатива, побольше позитива. Приходите с хорошим настроением на собеседование, рассказывайте о себе с удовольствием. Продавайте себе, продавайте свои навыки для того, чтобы получить хорошую заработную плату. Ну и самое главное, не волнуйтесь ни перед каким собеседованием. Желаем всем удачных собеседований. А у нас в гостях был Дмитрий Герасимений, архитектор эффективных отделов продаж. Ну, а наш эфир продолжается. Дмитрий, хорошего дня. Хорошего дня.